вторая часть love story наконец-то вышла давайте заценим мне кажется она по музыке ничем не отличается от предыдущей то есть здесь тоже будут такие латиноамериканские мотивы чё вообще казахов потянул на латиноамерику и какую-то ямайку может что-нибудь испанское и так далее не знаю но ирина каратман представили райда в этом стиле мутит еще у кого-то по-моему я слышал подобное звучание вот не знаю то ладно давайте заценим 9 треков погнали ничего еще не слышал радует что здесь есть 104 из криптонит а кстати у него еще какая-то была по моему песня с кристель новая артистка по моему я была короче есть что тоже заценим все пока я надеюсь мне чего-нибудь зайдет гитарка хорошая поднимите руки да танцевальный ритм а чё не написано кто на вокале а написано с криптонитом и райдой классный звучок вот этот труб вроде как мне кажется или все-таки это скриптонит он же может так изменить голос конечно больше похоже на женский вокал но как-то раз я уже так думал а в итоге там оказался голос скриптонита не они это женский просто не записано хотя учитывая то как играли ну тема анжелики варум и агутина то в принципе в принципе может так получиться что здесь на вокале был скриптонит ладно в принципе неплохо начало хорошая как я понял это у нас такая летняя пластиночка осенью а вот тут вот сзади точно мне нравится саунд ну здесь мне больше понравилась музыка музыкальная составляющая музыка музыка это давай эт NAU а это но это не то ник ск и клавrep м кристалли из то 4 др и д Крутой трек Ну припев вообще топовый Ну как и куплет Первый раз я сейчас буду слушать Кристель Красивый голос Ооо переходик Переходик на 104 Сейчас должен сменить смысл Наверное Папочка здесь Блин круто Коротко но мало Так Бэдбойс Такой резкий переход и опять же на 104 Третья часть слабая Такие ямайские мотивы Регби что то типа того Мне нравится вот этот эффект На голосе у 104 4-го. Припев вообще просто. Пушка. Особенно начало. Клёвый, клёвый трек. Вот 3-й и 4-й. Пушечные. Классные. Вот-то-то-то-то. Дам-дам-дам. Мони-мони. Так, скит. Прикольно, он ещё и переходы такие использует. А-а-а, я понял, кто это, да. Так, ладно, ещё потом. Почитаю. Беготня совместно с Тифест. Круто, вот, ну, на самом деле, райда хорошо себя чувствует вот в этом звуке. Ну зайдет им школам. За руку, за руку. Я лучше обойду эту дворюху. Хули бегай тут Trueokrova я знаю твою тёлку и тёлка твоего другу. Они хотят схватить за руку у меня. Но мне особо не вкатило бит неплох. Тифест хорош конечно был тут, но что-то как-то как будто проходной трек. Пишите в комментах вообще какие треки вам больше всего зашли. У меня пока третий, четвертый вот. Новый мировой порядок, простая истина вообще. Вторая пластинка куда круче первой, как по мне, я особо даже первую пластинку то не помню что там было, но вот вторая очень хорошая. Ну да, я вот сейчас смотрю тут, ну я даже не помню что прикольно было, и все-таки райда хорошо себя чувствует, я вроде говорил уже, но я не знаю, может здесь просто как-то меня не отталкивают ни мотивы, ритмы этих песен, ни сам райда своей читкой, пением и все как будто идеально. Может я просто привык, такой мотивирующий припевчик, ну и вообще вся песня, немного мотивации от райды. До этого читали про шлюх, сейчас можно немного мотивировать людей. Такой дэнс холлчик от райды, неплохо, неплохо залетает. Так, делаю это. Что же это у нас там делает? Он летом и выпускается пластинка осенью. Деньги приходят и уходят, девки приходят и уходят, а мы делаем вещи, мы делаем, конечно мы делаем это. Такой позитивный летний трючок, сказали то, что все это пластинка выходит осенью, вышло, но такой, какой-то позитивный, такой радостный, веселый, милый трючок. Забавная песня, последняя пам-пам. Прикольно. Ну короче, обрывает и куплет, и припев обрывает из-за этих. Прикольная отсылочка на мандалорце. Смотрите реакцию у меня на канале. А вот скач, я все сказал. Был бы вообще в тему. Но припев тут мне не вкатило. Мне понравилась пластинка больше, чем предыдущая. Хоть здесь также были какие-то танцевальные мотивы, dance-holl, реггетон и так далее. Ну вы поняли, танцевальные, короче, треки. И помимо каких-то, ну, простых тем, типа, женщин, делать лавэ там, ну и просто, чтобы потанцевать, что-то подвигать, отдых, не отдых. Типа они мутят деньги и так далее. Тут еще и серьезных тем касаются. Вот. Очень круто было, и сколько стоит любовь, и вот Bad Boys, и сам скит, который тоже стоял тут. Казалось то, что, ну, как будто он не в тему как-то смотрится, но на самом деле он здесь в тему. Из понравившихся, ну, наверное, вот только 3-4 треки. То есть сколько стоит и Bad Boys мне понравились. Ну, может быть, еще бутылки. Вот. Неплохая пластинка. Лучше предыдущей. Райда хорош. Музыкальная составляющая хорошая. Жаль, конечно, пластинка вышла осенью. Потому что, ну, настроение такое, оно летнее дает. И мне кажется, летом она бы конкретно залетала. Не успел, наверное, как-то он ее подготовить. Надо было вообще предыдущую пускать где-то весной. А эту вот летом как раз-таки было бы вообще, мне кажется, идеально. Вот. TFS, в принципе, тоже был неплох, но что-то вот, ну, трек как-то меня не впечатлил. Не знаю, что. Может, он как-то каким-то простеньким кажется. Не знаю, либо меня просто эта тема уже как бы достала. Вот. Все, пожалуй, я не знаю, что еще сказать по альбому. Пишите вы в комментариях, как вам, какие треки залетели. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Смотрите реакции. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok